Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон и это очередной выпуск рубрики разбор анализа. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про такую интересную тему, как прием антиэстрогенов как альтернатива классическому курсу стероидов. Соответственно разберем какой там рост уровня тестостерона, рост уровня свободного тестостерона, как все это контролируется. Ну и соответственно какие плюсы и минусы такого подхода. И самое главное мы поговорим о том, в каких случаях это можно делать, в каких нет, ну и как не нанести вреда собственному организму при этом. Сначала поговорим про одного человека, с которым я работал уже две терапии подряд. И соответственно разберем его анализы. Здесь у нас 10 анализов за продолжительность от 11.11 до 27.10, соответственно с 17.00 по 18.00 год. Практически анализы за год. И здесь было у нас две терапии. И собственно сейчас разберем какой у нас получился результат после первой и после второй терапии. Значит первое. Человек ко мне обратился с такими показателями, как эстрадиол у нас 94 петамоли. ФСГ-ЛГ у нас ФСГ-0,87, ЛГ-2. Следующее тестостерон у нас 21 наномоль. Свободный тестостерон 12. Провоктин 290. Соответственно мы поговорили о том, можно ли делать терапию, нельзя ли делать терапию. И приступили к терапии. Соответственно первый раз мы немного переборщили с дозировкой кламифена. Отчего мы получили с двух лютинизирующих гормон сначала до 9, а потом и до 15. И все это нам дало в первом случае 36, а 34,9 наномоль тестостерон, потом 38. Соответственно свободный 36 и 37. Что соответственно у нас получился рост тестостерона общего на третьем анализе, это второй месяц. Ну и собственно рост свободного тестостерона в 196%. Ну в общем свободный тестостерон увеличился в 3 раза от естественного уровня тестостерона человека. При том, что общий тестостерон увеличился меньше, чем в 2 раза. Соответственно все это прошло относительно эффективно. Мы снизили дозировки кламифена. Последняя неделя, как вы видите, у нас лютинизирующий гормон уже на отметке 7. Тестостерон на отметке 33 все еще держится. Свободный уже немножко снижается до 24. И собственно ФСГ-2, эстрадиол-85. После чего у нас последовал следующий анализ. И соответственно из-за того, что этот человек, с которым я работал по такой терапии, был один из первых. И из-за того, что мы немного переборщили с кламифеном, получилась следующая картина. То, что тестостерон упал ниже изначальных значений. ЛГ упал. Свободный тестостерон упал. В общем все анализы попадали. Относительно первоначальных значений мы решили сделать терапию еще раз. Но уже с учетом того, что у меня был опыт, как это делается. И понимание того, какие непосредственные дозировки должны быть для человека. Так как у него очень сильный организм реагирует на кламифен. Чтобы вы понимали, дозировки там были вообще минимальные. Но и все равно они были очень большие. Второй раз дозировки у нас были еще меньше. И это дало результат практически даже по общему тестостерону лучше. По свободному примерно такой же, как при первом случае. Соответственно смотрим. Анализ на первой неделе. Это соответственно на первом месяце. Соответственно месяц после терапии. Уровень тестостерона с 13 на 42. Свободного с 8 на 30. Лютинизирующий уже 5. Здесь мы уже подобрали дозы. Такие, какие должны быть. Эстрадиол немного сбили. Анострозом получился 37. Провоктин 100-189. Соответственно в следующий раз. Уже скорректировал дозировки. У нас получился эстрадиол уже нормальный. 70. Но при этом чуть-чуть упал. Свободный до 22. Потом тестостерон общий тоже упал до 34. Потом еще раз скорректировал дозировки. У нас получился эстрадиол 60. Прямо самое отличное значение. При этом тестостерон у нас получился 33 наномоли. 40 наномоли и свободный 33. При этом лютинизирующий 7,67. После этого у нас была отмена препаратов. Выход. На выходе был у нас первый анализ. Тестостерон. Это у нас за 0,8 и 0,9. Это уже выход. ФСГ 0,8. Тестостерон 25. Даже лучше чем он был изначально. Потом у нас свободный на отметке 15,4. Как видите только отменяя прием антиэстрогеновый ингибитор ароматазы. Очень сильно падает именно свободный тестостерон. Следующий лютинизирующий гормон упал до 2. Столько же сколько было у человека изначально. Ну и провоктин 157. Следующий анализ у нас получается через примерно 6 недель. Это просто такой контрольный анализ без ничего. Здесь у нас получается ФСГ 0,83. Если посмотреть самыми первыми анализами 0,87. Примерно то же самое. Лютинизирующий был 2,1,4. Тоже примерно так же. Тестостерон самый первый анализ. 20 здесь тоже 20. 21 здесь 20. Но при этом свободный там был 12,6. Здесь 12,8. Ну соответственно практически то же самое. Там чуть-чуть больше общий. Здесь чуть-чуть больше свободный. Но значения примерно те же самые. Соответственно сделав все-таки правильный выход. Мы вернулись к тем же значениям. Которые у человека были. В первом случае когда мы неправильно немножко подбирали дозировки на курсе. Чуть-чуть переборщили с комифеном. Повысился ЛГ. Поэтому чуть-чуть упали анализы. Второй раз. Все прошло идеально. И уровень всех гормонов вернулся точно до таких же значений, с которых мы начинали. Всего мы можем сделать два основных вывода. Значит вывод первый. Касается терапиям по повышению уровня тестостерона. Как вы видите, если не поддерживать дозировки комифеном, то как правило уровень тестостерона снижается четко до тех значений, с которых вы начинали. Это первое. Поэтому как правило в большей части терапии нужны поддерживающие дозировки для того, чтобы поддерживать уровень тестостерона более высоким. Это первое. Второе. Это насчет терапии по повышению уровня тестостерона как альтернативы курсу. Как вы видите, все это можно сделать. Можно увеличить там свободный тестостерон вплоть в три раза. Но на 200% это все реально сделать. Если все это делать четко и подконтрольно, конечно. И поэтому можно получить огромный плюс в плане роста силы, тренированности, набора мышечной массы, либо снижения количества подкожного жира за счет повышения уровня гормонов. Поэтому контролируя полностью уровень всех гормонов, мы можем четко проходить терапию по повышению уровня тестостерона для того, чтобы не только улучшить качество жизни и, соответственно, там либидо, эрекцию и все остальное. Но при этом и для спортивных целей. Если все это проходит правильно, подконтрольно, с корректными дозировками, то мы возвращаемся на тот же уровень тестостерона, с которого мы начинали. Ну и, соответственно, самое интересное для тех, кто хочет знать, эффективнее ли это, чем курсы, либо нет. Конечно же, нет. Потому что классические курсы эффективнее тем, что мы не ограничены по повышению уровня тестостерона. Как видите, с этим человеком у нас получилось увеличить тестостерон до относительно высоких значений. Тем самым все это прошло очень эффективно, и он получил там огромный плюс самой терапии. Но при этом есть же люди, которым не получится увеличить тестостерон очень сильно. Это первое. Поэтому мы ограничены работой эндокринной системы. В то же время при инъекциях тестостерона, по сути, дозировкой мы практически не ограничим. Мы можем делать любые дозировки, которые захотим. Это, так сказать, плюсы классических курсов. Но в чем же преимущество терапии по повышению тестостерона над классическими курсами? Это отсутствие отката. Отката нет вообще по той причине, что у нас нет послекурсовой терапии. Мы повысили уровень тестостерона, потом он упал до нормы. Все. У нас нету ямы на пониженном уровне тестостерона, у нас нет послекурсовой терапии. Мы добавили дозу кламифена, подержали ровно, опустились, сделали выход, вернулись к тому, с чего начинали. Все. У нас есть только плюсы. Минусов нет вообще. Соответственно, нет ПКТ, нет отката. Весь, ну, все, что мы набрали, по сути, на данном курсе, мышечную массу, спортивную форму, физические качества, все остальное. Все, что мы смогли получить на данном курсе, плюсом, у нас все это останется абсолютно без отката. Поэтому плюс, конечно, здесь меньше, чем от классического курса, но отсутствие отката нивелирует вот эти вот минусы, которые есть в том, что на самом курсе мы можем делать очень высокий уровень тестостерона, получать большие плюсы. Поэтому, конечно, для спорта высших достижений, для того, чтобы выигрывать чемпионаты мира, делать там феноменальную форму, это, конечно, все детский лепет, никак это не поможет. Там надо огромные дозы, долгие курсы и тому подобное. Но, если мы говорим про любительский спорт, и если мы не хотим отката, не хотим после курсовой терапии, данный метод является отличной альтернативой обычным курсам. И, если даже мы сравним его с стероидным минимализмом, я считаю, что данная терапия более перспективна, чем стероидный минимализм, по причине того, что в стероидном минимализме у нас практически не меняются гормоны, а вот эти таблетки, которые мы добавляем в минимальных дозах, не несут настолько сильного положительного эффекта, как увеличение собственного тестостерона, свободного, в три раза. Поэтому, я считаю, что это более эффективно, чем стероидный минимализм в том числе. Соответственно, я надеюсь, что получилось рассказать подробно, как это происходит, какие есть плюсы и минусы, и вы сделаете какие-то определенные выводы для себя. Ну и в самом конце, для тех, кто хочет убедиться, что все эти анализы существуют, я вставлю одной картинкой буквально на несколько секунд все эти анализы, если кому-то интересно, может остановить видео и все их посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кого интересует терапия по повышению уровня тестостерона, либо ведение по курсам, либо дистанционные тренировки, вы можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok